Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы забираем Кромвеля Б, которого у меня получилось открыть буквально вчера. Ждал до сегодня для того, чтобы закатать видос. Вчера было уже поздновато, поэтому сделаю это сейчас. Итак, что у нас по планам? У нас по планам сейчас забрать Кромвеля, соответственно открыть его, посмотреть его технические характеристики и выкатить его на первые катки в рандом. В самом рандоме с танчиком я уже встречался, честно говоря, какого-то там особого впечатления он на меня не произвел, по крайней мере в виде моего соперника. Что же касается в виде моего союзника, ну я тоже не смог как-то заценить, потому что игрался этот танчик игроками, ну скажем так себе. Если честно, мне кажется, что и в моих руках он тоже там особых результатов показывать не будет. Итак, открываем Кромвеля, забираем его. Забрали мы параллельно и все остальное. Раньше не забирал, не хотелось. Итак, камуфляжик за 300 голды. Не, ребят, я откажусь, потому что 300 голды, как бы по моим подсчетам, это, грубо говоря, 6 дней смотреть рекламу для того, чтобы сделать на Кромвеля, который, скорее всего, ну особо кататься мной не будет. Ну а если вдруг чего, то может как-то потом что-нибудь придумаем. Да и в конце концов, камуфляжей у меня тоже хватает. Итак, ребят, смотрите, Кромвель, вот он у меня в ангаре. С чем его сравнить, я, честно говоря, не знаю. Похожей машинки у меня в ангаре нет. Поэтому давайте сделаем вот так вот. Вот сейчас смотрим на орудие товарища ПЗ-4 по орудию. По орудию 160 единиц урона и бронепробития 150 единиц. 4 и 4 пробития. Теперь смотрим ради интереса Кромвеля. Чем похвастается нам Кромвель? А Кромвель нам скажет, что у него 160 единиц урона, 145 пробития и 5,4 время перезарядки. То есть, в принципе, в принципе, это стандартный танчик плюс-минус, да, там время перезарядки чуть дольше, альфа на 5, по-моему, больше, да. Если, допустим, мы откроем того же, я не знаю, ну давайте откроем Пуделя и посмотрим, что Пудель нам скажет своим оружием. То Пудель нам скажет 160 единиц урона, 160 единиц пробития и 5,5 секунд перезарядки. То есть, получается, что Пудель, он даже как-то, ну, поинтереснее будет, исходя из того, что у него все то же самое, только пробитие еще и выше. Я не знаю, честно говоря, что касается бронирования данного танчика. Я не буду заходить ни в какие программулины смотреть, сейчас закатим в бой и там все с вами посмотрим. Прошивают, не прошивают, прошивают, то куда. Вот и вся история. Что же касается краткого обзора по техническим характеристикам, давайте вернемся к нашему орудию и более предметно посмотрим. Время сведения 4,5 меня смущает. Разброс на 100 метров в 0,345 мне, в принципе, ни о чем не говорит, сейчас посмотрим исключительно в бою. Что касается урона в минуту, 1757 для среднего танка на 6 уровне, я бы сказал, что довольно неплохая циферка. Но хотя бы исходя из того, что 960 единиц прочности, в принципе, имеет танчик. Таким образом, получается, что в целом за минуту боя можно разобрать как минимум полтора кромвеля. А если постараться, то за минуту с копеечками забрать двоих. Но тут только вопрос в том, что вы должны в них сандалить, а они в вас нет. Ну, в общем, какая-то такая вот должна быть игровая ситуация. Что же касается всего остального, время перезарядки 5,5 секунд, я думаю, что для средника, в принципе, нормально. Что касается бронепробития, тоже довольно неплохо. И урон в минуту, ну, урон разовый в виде альфы, как бы, то есть, ну, окей, 160 до 160 разговаривать не о чем. А вот углы, углы, меня, честно говоря, очень радуют. Потому что вверх 20, ну, в принципе, на средничке довольно часто, может, куда-то подскакиваешь под какую-то горочку и пытаешься кого-то сверху разобрать. Ну, не настолько часто, как приходится стрелять вниз. А вниз он имеет 13 единиц градусов вниз. То есть, минус 13, это, ну, супер просто. Честно говоря, если бы мне насыпали на танчики по минус 13, особенно на какие-нибудь тяжики, которые не имеют бронирования корпуса, ну, я бы был, честно говоря, несказанно рад. Итак, орудие мы заценили. Что нам не хватает для боя полноценного? Я думаю, что нам надо поставить дополнительное все оборудование. Но, в конце концов, оно копеечное. Даже если танчик особо катать мы не будем, то, в конце концов, жить оно не помешает. Ну, а серебруху нафармить мы всегда успеем. Я думаю, что нам стоит сразу закинуть, ну, как-нибудь просто от балды голды. И, соответственно, поставить еще с собой взять в дорожку амуницию. Я всегда ставлю по одной и той же системе. Если кто не согласен, пишите в комментариях. Дело в том, что для меня самое главное, что бутанчика увеличивался, увеличивалось время, простите, запутался немножко, уменьшалось время перезарядки, то есть увеличилось количество выстрелов, да, за минуту. Простите, что заговорился. Но вот это для меня важное. Ну и то, что я добавляю еще, я добавляю, безусловно, себе две канистры для того, чтобы увеличить подвижность танчика. Вот эти вещи для меня основные. Для кого как, пишите в комментариях. Буду благодарен за альтернативное мнение. Итак, ребятки, закатываемся в первую катку на Кромвеле и смотрим, что нам покажет данная машинка и насколько она будет как минимум фановой. Я не ожидаю от нее какого-то там бешеного фарма, но, по крайней мере, удовольствие от игры она либо будет приносить, но либо не будет. Либо будет хорошим танчиком для фана, либо будет посредственным танчиком. Пока мы закатываемся в бой, хочу попросить каждого из вас подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк данному видео. Это те действия, которыми вы сможете помочь моему каналу не затеряться на просторах Ютуба, конкурировать с другими, развиваться, ну и, соответственно, расти, расти и еще раз расти. Поэтому буду вам очень благодарен, если вы сделаете два этих исключительно простых и ничего не стоящих для вас действия. Спасибо вам большое. Итак, смотрите, у нас с нами есть еще один Кромвель-Б. Соответственно, у врагов тоже есть Кромвель-Б. И Кромвелей становится потихоньку все больше и больше. Они как-то вот все больше и больше появляются, исключительно исходя из того, что все больше и больше игроков заканчивают ивентик. Кто-то с меньшими темпами стартанул, кто-то с большими темпами стартанул. Но, короче говоря, все потихоньку выкачивают его, открывают, ну и, соответственно, хотят его попробовать. Подвижность машинки. Подвижность машинки мне очень понравилась. Вот сейчас даже с первых секунд боя, смотрите, он и мансит довольно неплохо вправо-влево по скорости, он и поднимается под горочку довольно комфортненько. Ну, короче говоря, претензий в отношении его подвижности у меня, честно говоря, нет ровным счетом никаких. Что касается времени сведения, ну, время сведения, как для среднячка на шестом уровне, я бы сказал, что вполне комфортное. Да, оно не имбовое, но оно комфортное. Что касается времени перезарядки, ну, как и ожидалось, честно говоря, вполне нормально танчик себя в этом отношении показывает, вопросов к нему абсолютно никаких нет. Что касается бронирования. Бронирования у данного танчика нет, оно отсутствует. И, в принципе, глупо было бы рассчитывать на то, что это бронирование будет, поскольку средний танк, да еще и такой формы корпуса, который не имеет ни скосов, ничего, ну, в принципе, он и не должен был танковать. Это танчик больше такой, знаете, заехать, пошотить, пошотить, пошотить и поехать назад в ангар. Углы склонения, ну, супер комфортные. Мне вот сейчас, стоя на горке, выцеливать кого-то внизу, ну, самое то, что надо. Теперь давайте будем более точными в обсуждении самого бронирования. Бронирование, нижний бронелист прошили, верхнюю вот эту планку переднюю прошили, бочинка, понятное дело, прошилась. Ну, короче говоря, я думаю, что брони в этом танчике не поставили, в принципе. Это такой танчик, который вот, ну, больше заехать куда-то, взорваться, возможно, прорваться куда-то в тыл, ну и, соответственно, там уже настреливать. Так, кроме ли в нашей команде, он тоже слился. Мы сейчас посмотрим окончание боя, ну и закатимся обязательно во вторую каточку. Субтитры подогнал «Симон» Итак, ребятки, бой закончился ничьей. Дело в том, что Кромвель Б зарешал бой со стороны противников. Итак, смотрим на результаты боя, что дал, в принципе, нам бой на Кромвеле Б. Мы нанесли 1120 урона, мы не сделали ни одного фрага, мы получили в плюс даже за ничью, с учетом того, что нас вынесли. Это уже, в принципе, неплохо. Ну и в нашей команде мы заняли второе место по урону. То есть, в принципе, Кромвель Б, ну, вполне такие решающий танчик. Почему решающий? Ну, допустим, его обзор, он позволил зарешать бой со стороны противников, вывести его на ничью, ну, по одной простой причине, потому что, безусловно, две ТТшки вынести Кромвель Б, ну, как бы не способен по определению. Что же касается зарешать бой в том, чтобы периодически сбивать просто этот захват, у него это получалось, потому что его обзор больше, чем обзор у ТТшек. Соответственно, он их видит в засвет, а они его не видят. Он дает по ним шот, откатывается куда-то, ну и спокойненько себе ждет, пока дальше надо будет еще раз сбить захватик. Меняет позицию. Менять позиции Кромвель, в принципе, может, и он это показал, потому что динамика данного танка в отношении передвижения, но она довольно-таки приятная. Итак, закатываемся еще раз в бой, смотрим, что получится, и потом будем суммировать все, что мы увидели. Итак, ребятки, ух ты, две минуты, две минуты, и сейчас, честно говоря, я, наверное, первый раз пожалел, что я снимаю видео без вырезок и склеек. Я, безусловно, ускорил весь этот процесс, насколько позволила программа обработки видео, и то получилось долговато, пришлось повторно попытаться перезайти, и во второй раз уже кинуло буквально за пару секунд. Ну, короче говоря, в этом отношении немножко не фортануло. А фортанет ли конкретно по бою, посмотрим сейчас. Вообще, честно говоря, Кромвель, как машинка, полученная на халяву, меня радует. Меня радует ее подвижность, меня не радует ее живучесть, меня радуют углы склонения, меня не радует то, что ты не можешь хорошенько кому-то навалять, но в то же время меня опять-таки радует, что на данном танчике, ну, прям очень комфортно играется орудие в отношении того, что оно действительно наносит. Я вот сейчас пытаюсь как-то добраться до Шермана Лозы, но, или Лозы, по одной простой причине, потому что хочу, ну, хоть кого-нибудь на этом танчике забрать, и, ой, как приятно получается, хотя бы не зря качал машинку. Теперь попадаемся непосредственно с самими Кромвелями Б, посмотрим на них в прицел. Зеленые они, ну, прям совсем-совсем друг для друга, поэтому в целом все вот эти вот дуэли вот к таким вот вещам и будут приводить. Что же касается, в принципе, Кромвеля Б. Вываливаемся в ангар, не будем дожидаться результатов боя. Если они успеют открыться до момента, пока мы все обсудим, то вернемся. Свой фраг я сделал, хотя бы не зря разменялся, уже неплохо, хотя, безусловно, особо какого-то урона не нанес. Возвращаемся назад. Честно говоря, вторая катка получилась такая себе, ну, прям совсем-совсем такая себе. И давайте говорить откровенно. Кромвель Б, что он собой представляет? Кромвель Б, я вот так вот открою, что-нибудь первое попавшееся, что-то не пустой ангар был. Кромвель Б, машинка, в принципе, как для халявы, довольно неплохая. Если бы, честно говоря, ее продавали, я бы в жизни, ну, вот, посмотрев, как он играется, увидев его в бою своими глазами, как он играется моими союзниками, либо как он играется моими противниками, я бы, честно говоря, голду на эту машину не тратил однозначно. По одной простой причине, потому что она абсолютно неживучая. Да, она может наносить много урона и занимать там какое-то второе, третье место в команде, а может быть даже и первое, если очень хорошо повезет. Но, как показал сейчас наш второй бой, то, взорвавшись куда-нибудь, прям в какой-нибудь страшный замес, особенно с быстрыми ритмами перезарядки, с быстрыми ритмами передвижения техники, то, в принципе, в этом замесе Кромвель начинает потихоньку теряться, ну и, соответственно, до добра это не доводит. Мы даже, вон, победу сделали, но не нашими трудами. Я сейчас закачусь все-таки еще один в бойчик и посмотрю, может я что-то делаю не так. Мне почему-то кажется, что во втором бою, если бы я не сделал вот эту глупость и не полез на рожон, а на рожон, честно говоря, очень хочется ехать на машинке, которая срывается с места, очень бодро набирает скорость, но, соответственно, возможно и результат был бы какой-нибудь другой. Сейчас ждем того, чтобы нас засунуло в бой, надеюсь, это не займет опять две минуты времени, а то видео будет ну уж совсем затянуто. Так, ребят, нас закинуло в бой, нас закинуло в бой быстрее, чем я ожидал, а я этому несказанно рад. Я сейчас попробую на этой машинке все-таки отыграть один бой, ну вот прям взяв всю волю в кулак, слушайте, как она крутится на месте, это просто бомбически, вот реально, смотрите. То есть разворот на месте у машинки, ну реально, как юла в детстве. Мне лично очень нравится. То есть вот что-что, а подвижность данной машинки, она просто умопомрачительна. Итак, давайте будем говорить еще раз в отношении самой комфортности игры. Мне, честно говоря, подвижность данной машинки больше мешает, чем помогает. Объясню почему. Дело в том, что с такой подвижностью у вас прям руки будут зудеть, рваться куда-нибудь вперед и, соответственно, там кого-нибудь попытаться разносить. А с этим уже немножко проблема, потому что, поскольку кромвель у нас абсолютно мягкий, абсолютно картонный, то, соответственно, разносить у вас не получается. Вы вот как раз проходите половину дистанции. Половина дистанции это я сейчас быстро поеду и ворвусь, это у вас получается, ну как бы вообще без проблем. Что же касается того, чтобы навалять, вот с этим уже немножко проблемы, потому что наваливать эта машинка, ну, что-то как-то, по крайней мере, в моих руках не очень. Еще раз вернусь к теме того, за сколько досталась мне эта машинка, скажу следующее. Дело в том, что как для машинки бесплатной, к ней вопросов у меня не может быть в принципе никаких, потому что, если ты за машинку не платил, то и хаять ее нет никакого смысла. Вот если ты за нее заплатил голду, но тогда да, тогда получается, как бы ты имеешь полное моральное право рассказывать по поводу того, насколько машинка там хороша или плоха, насколько она комфортна, некомфортна, но и честно говоря, мне сейчас стыдно было бы что-то говорить плохое про данную машинку, но я имею ввиду критиковать ее прям совсем в лоб, так как я за нее голдишку не платил. По подвижности, ну просто бомба, реально, мне вот прям зашла подвижность просто очень и очень. Сейчас попробуем, может, что-то где-то какого-то урончика накидать еще, ну и посмотрим, что нам дадут. Я надеюсь, что это будет однозначно победка какая-нибудь приятненькая. Но в этом бою как-то получилось немножко получше, вот я не полез сразу в замес, я решил зайти как-то где-то сбоку-сзади, и, честно говоря, это дало свой результат. Я элементарно не сдох, но и, соответственно, имею возможность набрасывать урон. Да и машинка сама позволяет куда-нибудь как-нибудь заезжать бодренько, и это крайне приятно. Итак, ребят, победа, победа, заслуженная честная нашей команды. Посмотрим, что мы сделали для этой победы на машинке, с учетом того, что мы не слились. Что в этом бою у меня все-таки получилось не попасть в основную кучу драки, а находиться где-то со стороны и периодически набрасывать. 1267 урона, один уничтоженный противник. Мы получили в плюсе с вами 22 тысячи серебра. В принципе, ну, как для шестерки, будем говорить, что неплохо. Хотя коэффициент фарма явно там не зашкаливающий какой-то. И опять второе место по урону. То есть, в целом, кроме Вильбе, давай-ка мы, друг, тебя назовем так. Ты машинка мягкая и крайне неживучая, поэтому на тебе исключительно не стоит лезть в прямое столкновение с врагами. Находись где-нибудь на расстоянии, резко меняй позиции, подтягивайся к тем флангам, на которых нужна твоя помощь в виде, хоть и не сильно большого, но в среднем 160 единиц урона. Приезжай туда, набрасывай, и как только ты видишь, что начинает, ну, немножко пасмурно становиться, и когда ты начинаешь чувствовать своим нюхом аромат того, что начинает немного пригорать и, соответственно, пахнет жареным, быстренько ковыляешь куда-нибудь подальше, и там начинаешь себя реализовывать. Вот мой вердикт по данному танчику. Как для бесплатного танчика с ивента, ну, я бы сказал, что лучшего желать да и не стоит. Ну, а на данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, возвращайтесь, я буду всегда рад вас видеть и всегда буду благодарен вам за то, что вы со мной. Всех благ, всего хорошего и исключительно мира и спокойствия.